Привет, друзья! У нас сегодня на канале дегустация Каберне Савиньон от Голубинской Эстейт. Резерв. Что интересно, с черной этикеткой. С белой этикеткой мы не стали принципиально брать, потому что она более дешевая линейка, а резерв у нас выдержка в дереве. И так как основная идея нашего канала с какой-то с точки зрения популяризации российского виноделия, в том числе, да, мы говорим гаражные вины, в принципе. Раз. И второе, что я очень не люблю. Ну, у меня такая концепция какая? Я говорил, что найти достойные образцы за минимальные деньги. Но, к сожалению, чудес не бывает и не может все-таки как ни крути, хорошие образцы стоить дешево. То есть, например, за 300 рублей плюс-минус можно найти достойные, скажем так, местами интересные. Вот. Но надо признать, что для наслаждения, к сожалению, ценник слегка повыше. Но принципиальная... принципиальная... Господи, принцип нашего канала это не выходить за 1000 рублей, это точно. А желательно держаться в рамках в рамках 500-600 рублей. Вот. Голубицкая эстейт, Каберне-савиньон, резерв, черная этикетка, Таманский полуостров. Как всегда, декантируем вино. Вот. Идея какая, что... Да, я уже... Может, я повторяюсь, но очень неприятно купить вино, потратить наши кровные денежки, вот, доставшиеся нам кропотлевым в поте лица трудом. и этот образец какой-то там неудачный взять и вылить в раковину. Ну, или как вариант, к сожалению, что называется, пить и мучиться. Я бы так сказал. То есть, вино, оно должно идти или в удовольствие, или никак. И вот концепция, концепция, все-таки, это у нас... Ну, условно, да? Все, опять, как всегда, зависит от материального достатка, но лучше пить реже, но пить вкуснее. Вот. Да? И в том числе, мы не брезгуем распродажами. Я и говорю, что, например, очень обидно купить дорогой образец и в нем разочароваться. Поэтому принцип распродаж он у нас превалирует. Мне кажется, это нормально. Вот. То есть, лучше, если он не очень удачный, скажешь, ну, ладно, за эти деньги, типа, более-менее. А вот прям, если понравится, то, соответственно, вот этот образец в следующий раз уже можно, ну, в теории, купить задорого. Например, раз в год под Новый год. Так. Да. Вот, соответственно, значит, этот голубицкий эстейт, в теории стоит 990 рублей, а досталось нам за 590. То есть, грубо говоря, вместо 1000, а-ля 600. А 600 мы уже будем сравнивать. У нас есть некий образец, от которого мы отталкиваемся, как бы, за эти деньги. Это считается, ну, я считаю, что это вот топ, да. Вот мы говорили, например, для меня, Каберне-Савиньон, крыль-ремонт от Фонегария, он некий такой, как бы, уровень, уровень. И он нам обходится, если везет, он 450 рублей, если нет, там 500, условно, 50. Ну, скажем, 500 рублей, это достойный во всем соотношениям образец. Смотрим, что это. То есть, за этот ценник, он дороже крыль-ремонта, да, получается, намного. По этой цене он все равно выше, но посмотрим, насколько он проигрывает или выигрывает. Ну, с виду полнотелая, кирпичные оттенки выдержки заметны. Да, приятная сразу подвяленная чернослив, подвяленная слива, то есть, нос прям хороший, не спиртуозный, завяленные фрукты, ну, в принципе, пока достойно по первым двум показателям. Пробуем, смотрим, что с сортом. На данный момент не очень выразительная, не очень выразительная, без вау-эффекта точно. Вот. Послевкусие пока среднее, не очень примечательное. Танино ощутимы. Танино ощутим в принципе. По аромату чувствуется, что ему нужна декантация более длительная. Здесь, да, 12 месяцев выдержки в бочках французских и в бариках дуба кавказского бутах. Да, нос слегка нейтральный. лёгкая кислинка проскакивает, такая ненавязчивая. Опять же, танины, ягоды невыразительные. В общем, вот на данный момент, опять, при нашей экспресс-дегустации, а мы сейчас постараемся сильные ролики не растягивать из принципа, потому что вопрос, глобальный вопрос мы уже обсудили. Вот. Поэтому непосредственно дегустация нас будет интересовать. Вот. На данный момент в принципе, однозначно не стоит он тысячи рублей. Не стоит. За 600 вполне, чтобы попробовать и посмотреть, может быть, разовьётся. Вот. Это раз. И, вторых, ребят, напоминаю, мне тут опять зашёл я в один магазин, купил одного из своих фаворитов, о котором снимал ролик. И, к сожалению, опять вот эта тема русской рулетки проскочила. А, я хотел заказать на Новый год, составить некий набор для своих клиентов. И, как всегда, правильно сделал, сам прислушался к своему мнению. И вместо того, чтобы взять ящик моего фаворита, я взял всего один образец, посмотрел дату, сфотографировал и продегустировав, понял, что это, скажем так, кошмар был. То есть, такое вино я бы не подарил своему другу или клиенту. Поэтому хорошо, что я попробовал один образец. Это вот мы говорим, что партия на партию не приходится, помните об этом. Поэтому, прежде чем купить что-то, лучше попробуйте, а вот если понравится, на следующий день берите там ящик, лучше два, чтобы в следующий раз не бегать, не разочаровываться. Ну что, последний глоток. Ну будем ждать дальнейшей аэрации и результатов. На данный момент, значит, Глубицкая Estate Reserve, черная этикетка, которая достойна быть куплена по распродажной цене менее 600 рублей. Образец неплохой, достаточно характерный и тоже опять не затеряется, я думаю, под то же самое, как мы говорили, на сбуженина или колбасы. Вот. Но пока не стоит своих денег в плане 1000 рублей. Все, ребята, как всегда, составляйте свое мнение. До свидания, до новых встреч на канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова